12 ноября был опубликован новый клип Билли Айлиш, который в считанные часы набрал более 10 миллионов просмотров. Позже в интервью певица сказала, что они не собирались снимать клип, а просто гуляли по торговому центру, снимая видео на айфон. В общем-то, как многие подростки в ее возрасте. Чувак, это рэвчик. Там даже не было всей съемочной команды, а смонтирован клип был всего за один вечер. Когда Comedy Club сняли самый лучший фильм в таком формате, его не очень-то хорошо приняли. Поделитесь в комментариях, что вы думаете о таком нестандартном подходе к съемке клипа. Вы на канале English Show. Подпишитесь на канал, если вы все еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик. Поехали! Начинаю запись. Сегодня мы поговорим о том, о чем великие умы нашей школы еще не писали. А именно, о сокращениях. В английском языке их достаточно много. Сокращаться могут существительные и глаголы. Тему существительных мы затронем чуть позже. А сейчас поговорим о глаголах. Типа gotta, wanna и так далее. По какой-то причине именно их боится большинство студентов. Но расслабьтесь, все не так страшно. Какие-то из них вы способны разгадать и без нашей помощи. Например, Билли говорит... Не говори, что ты якобы можешь знать, что я чувствую. Какое сокращение вы увидели тут? Ну, конечно, конечно, это слово about. About. Перевод его вам всем знаком. О. Не о. Типа о. А о. Типа о. О-о-о. Здрасте. Если вы обратили внимание, эта строчка взята из куплета, в котором Билли не пропевает, а произносит слова. Речь достаточно быстрая, поэтому проще сократить. Также это сокращение уместно в неформальной обстановке, так что не нужно говорить так на собеседовании. Ну, если вам важен его результат. Пару примеров. About what? About what? Насчет чего? How about? How about? Как насчет? Второе яркое сокращение мы слышим в этой строчке. And you can give him my best, but just no. And you can give him my best, but just no. Можешь передать им мои наилучшие пожелания, но просто знай. Сокращение M. Тут сложно догадаться только совсем новичкам. M – это сокращение от слова them, то есть им. Например, get em, get em. Хватай, хватай. На вот эти сокращения смотришь и думаешь, зачем сокращать всего одной буквой? Напишите в комментариях. Третье достаточно простое сокращение скрыто во фразе Cause I hate to find. Cause I hate to find. Потому что я ненавижу находить. Это слово cause, because, потому что. Кстати, вы заметили, что на письме сокращения обозначаются апострофом? Вы вообще читайте титры, которые мы пишем. Давайте посмотрим некоторые примеры. Cause. Cause. Потому что. Cause. Cause he's sleeping. Cause. Cause he's sleeping. Потому что. Потому что он спит. Следующие сокращения не будут такими уж прозрачными. Вам тут нужно знать слова, от которых они были образованы, или значение будет понять сложновато. So. I wanna be nice enough. They don't call my bluff. So. I wanna be nice enough. They don't call my bluff. Поэтому я хочу быть милой настолько, чтобы мой блеф не раскрыли. Да-да, это то самое сокращение от глагола want. Хотеть. Как верно его использовать? Для начала давайте составим предложение самим глаголом. I want to help you with this problem. Я хочу помочь тебе с этой проблемой. Получается, что wanna – это не только краткая форма глагола want, но и стоящие после него частички to. Want to. Wanna. I want to help you with this problem. Я хочу помочь тебе с этой проблемой. Или. I wanna help you with this problem. Я хочу помочь тебе с этой проблемой. Вот еще примеры из фильмов. I wanna. 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 Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Wanna. Wanna. Хочешь? Такая же ситуация в фразе Билли происходит и с предлогом out of. Get my pretty name out of your mouth. Get my pretty name out of your mouth. Вытащи мое красивое имя из своего рта. Out of превращается в outer. Get. Get out of here. Get out of here. Уходи. Уходи отсюда. Out of my face. Out of my face. Out of my face. Out of my face. С глаз долой. С глаз долой. И сердце вон. Последнее сокращение из песни, но не последнее для нас с вами, lotta, образованное от a lot of или lots of. Got a lot of interviews, interviews, interviews. Got a lot of interviews, interviews, interviews. Я дала много интервью, интервью, интервью. Кстати, а знаете ли вы, в чем состоит разница между словами a lot of и lots of? Напишите в комментариях, и мы проверим ваше знание английского. Ну а мы возвращаемся к примерам сокращением lotta. Lotta time. Lotta time. Много времени. Lotta money. Lotta money. Много денег. В песне сокращений мы больше не обнаружили, но не можем не разобрать еще несколько актуальных слов. Первое – это gonna, то есть going to. Переводится эта фраза как «собираюсь что-то сделать». Например, I'm gonna talk to him. Я собираюсь поговорить с ним. И снова глагол to be у нас никуда не уходит. Это важный момент, так что запомните. Going to сокращается до формы gonna. Потому что вы часто будете слышать это сокращение от носителей. We're gonna be fine. Oh, I know, we're gonna be fine. We're gonna be fine. Oh, I know, we're gonna be fine. Все будет хорошо. О, я знаю, что у нас все будет хорошо. А вот когда мы говорим про себя, конструкция I'm going to, I'm gonna, может изменяться до неузнаваемости. Ама. Например, tonight I'm a fight. Tonight I'm a fight. Сегодня вечером я собираюсь драться. Какой вариант использовать – решать вам. Но мы не советуем слишком много говорить только про себя. Это вредит здоровью. Следующий глагол – gotter. Переводится как надо, должен. Хм, ведь обычно необходимость выражают глаголы must и have to, скажете вы. Причем тут gotter. Давайте послушаем объяснение преподавателя из нашей школы English Show, Елену. Ты наверняка слышал когда-нибудь фразу gotter or gotter на американском английском, она звучит именно так. Она первоначально сложилась из трех слов. Have got to. Она означает, что тебе необходимо что-то сделать или ты должен что-то сделать в ближайшее время или, например, какой-то определенный период времени. Раньше говорили так. I have got to go to work. Мне нужно идти на работу. Сейчас же никого нет времени произносить все эти длинные слова. Have – опускаем. Got to сливается в gotter. Таким образом мы получаем I gotta go to work. Поэтому мы употребляем gotter для того, чтобы сократить наше предложение и максимально натурально звучать. Скажем спасибо Елене в комментариях. Кстати, вы можете поблагодарить ее лично, записавшись на уроки с преподавателем в нашей школе английского языка English Show. Сейчас мы набираем новые классы на двухмесячный марафон English Show. Игровая механика, которая заложена в марафон, не только позволяет учить язык быстрее и интереснее, но и добавляет чувство полного присутствия. С первого дня студент будто попадает за границу и на протяжении двух месяцев решает задачи, с которыми столкнулся бы там, параллельно изучая язык. Не веришь? Запишись на первый бесплатный день марафона по ссылке в описании. Есть еще два сокращения, которые мы обязаны вам дать. Это let me, то есть let me, позволь, дай мне, и give me, дай мне. Когда ваша мама спрашивает вас, выбросили ли вы мусор, можете сказать ей let me think, дай-ка подумать. Получить подзатыльник и выбросить мусор. Ты идиот? Мне подзволь, идиот. Еще один пример. Let me guess? Let me guess. Дай угадаю. Или give me a birthday hug? Give me a birthday hug! Обними меня в честь дня рождения. Какие еще известные сокращения не были упомянуты? Если вы не знаете других сокращений, но хотите познакомиться с ними и начать использовать в речи с носителями, приходите к нам в English Show School. Мы с радостью поможем вам. С вами был голос English Show. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok